Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим, как высвободить свою энергию для личных нужд, для личных целей. На самом деле, большое количество энергии у нас закапсулировано в нашем сознании, в уме. И то есть, чем больше ее там в таком закапсулированном виде, то есть не свободной, тем сложнее нам действовать. То есть, недостаток свободной энергии – это как раз то, что мешает нам действовать. Почему? Потому что свободная энергия, она дает нам возможность и силы для того, чтобы получать от жизни желаемое. То есть, свободная энергия, она нигде-то не закапсулирована, она доступна нам прямо здесь и сейчас. И вот в этом свободном состоянии мы можем использовать эту энергию, использовать ее так, как действительно нам хочется. То есть, во благо для себя и для окружающих. Свободная энергия – это та энергия, которую вы можете использовать в любой момент. То есть, вы можете взять ее и использовать туда, куда вы хотите, то есть, сделать то, что вы хотите. Свободная энергия, она прямо здесь и сейчас, она доступна. И то есть, в этом качестве она есть у вас, и она свободна для использования. Соответственно, несвободная энергия, она закрепощена, она где-то там в прошлом, она в тех случаях, где накопился негативный заряд, где есть боль, бессознательность. И вот эту энергию надо вернуть вам, то есть, вам, как человеку, вернуть в настоящее время. Соответственно, эта энергия будет с вами всегда и везде. То есть, мы ее возвращаем за счет того, что смотрим в прошлое, находим те моменты, где произошло закрепощение, где произошел негативный заряд и возвращаем ее вам. То есть, возвращаем ее, соответственно, с полным осознанием, да, то есть, тут нет какой-то скрытой технологии, да, то есть, вы находитесь здесь и сейчас, посылаете свое внимание в прошлое и находите случай, где эта энергия закрепостилась, то есть, где произошел вот этот вот конфликт. И возвращаете ее в настоящее время. Соответственно, чем больше у вас будет энергии в настоящем времени, тем легче вы будете взаимодействовать с собой, с окружающими, с реальностью. Вот. И таким образом, получается, вы восстанавливаете свой жизненный потенциал, то есть, свою энергию, которая доступна вам прямо здесь и сейчас. И, соответственно, вы можете эту энергию прямо, скажем так, забрать оттуда. Вот наверняка вы смотрели фильмы, да, там, когда человек находится в какой-то реальности и потом переходит в другую реальность и, скажем так, забирает оттуда свою энергию. То есть, есть такой фильм, где человек прямо убивает своих двойников для того, чтобы вернуть себе энергию. Но убивать никого не нужно. Вам нужно просто посмотреть на то, откуда эта энергия, скажем так, может вернуться. То есть, в прошлом, там, где были какие-то психотравмы, там как раз эта энергия и находится. То есть, получается, ее там достаточно много, но она находится в таком подвешенном, закрепощенном состоянии. И получается, когда вы туда двигаетесь, эту энергию находите, раскрепощаете ее, она переходит вновь в свободное состояние. Вы сможете действовать легко и применять ее туда, куда вам хочется. То есть, хотите использовать эту энергию на благо для себя, то есть, делать то, что вам хочется прямо здесь и сейчас, в настоящем времени. И вот тогда, действительно, эта энергия становится свободной. То есть, вы смотрите, что произошло там, перепроживаете этот случай и возвращаете всю энергию в настоящий момент. То есть, происходит восстановление вашего жизненного потенциала. То есть, моя цель, как проводника в процессинге, провести вас через эти сложные моменты и дать вам возможность восстановить эту энергию. То есть, стать причиной своего собственного состояния. То есть, когда вы причина, то вы можете действовать во благо для себя и для других людей. И тогда у вас происходит переосознавание, вы начинаете действовать легко. То есть, самое главное, у вас энергия начинает течь в настоящем моменте. То есть, она из того прошлого выходит, да, то есть, вы ее как бы забираете и начинаете действовать так, как вам хочется. То есть, энергия, поток энергии восстановить можно тогда, когда вы осознанно смотрите, а почему там произошло закрепощение. То есть, была ли какая-то боль, бессознательность, негативные эмоции. С вами произошла психотравма. То есть, вас кто-то, например, подавил, да, то есть, и таким образом вы возвращаете эту энергию в настоящий момент. То есть, убирая это подавление, убирая те негативные эмоции, которые там накопились. Вот в этом цель. И, соответственно, получается, вы можете действовать осознанно и легко. То есть, вот, то есть, моя цель помочь вам справиться с этим. То есть, не то, чтобы посоветовать, как действовать, а помочь вам эту энергию вернуть в настоящий момент. То есть, почему свободная энергия, это как раз то, что дает человеку силы. То есть, чем больше у вас вот этой свободной энергии, которую вы можете применить, тем лучше вы можете взаимодействовать с собой, с другими людьми. И вот шаг за шагом мы эту энергию достаем, как бы отшкрябываем оттуда, там, где она залипла. И, соответственно, ваше состояние восстанавливается. Давайте посмотрим, как это все делается. На самом деле, на простом примере мы сделаем небольшую сессию. Увидите, как эта энергия восстанавливается в вас. То есть, сейчас сядьте или лягте в удобном месте, где вас никто не потревожит какое-то время. Создайте пространство для сессии с помощью своего намерения. Ощутите себя, свое тело в этом пространстве. И дальше почувствуйте, где ваша энергия закрепостилась. То есть, почувствуйте, где эти случаи, какие они. И, соответственно, когда вы почувствуете это, посмотрите, откуда эта энергия идет. То есть, вот этот случай, допустим, была какая-то психотравма, и там закрепостилась энергия. Вернитесь вниманием в этот случай и перепроживите его. То есть, перепроживите его с полной осознанностью восприятия. То есть, и примите то, что тогда было не принято в этом случае. То есть, какие-то эмоции, ощущения, какую-то боль. Перепроживите его один, два, три раза. Столько, сколько необходимо. Когда вы почувствуете, что эта боль ушла, вот, то проживите этот случай еще раз. То есть, проживайте его несколько раз до того момента, пока вы не почувствуете, что все, там больше нет никакого заряда. Наступит облегчение. Если облегчение не наступило по какому-то, да, вот прошли несколько, два, три раза, то найдите более ранний подобный случай, да, там, где, например, вы проходили случай, который связан с ощущением, там, закрепощенности, да, вот, посмотрите, есть ли более ранний подобный такой же случай. Пройдите его тоже, перепроживите. И тогда, то есть, делайте это тоже несколько раз, вот, до момента, пока вы не почувствуете полное облегчение. То есть, ваша цель найти причину этого закрепощения и справиться с ней. И вот в сессии я помогаю вам это делать. То есть, сейчас, как бы, это такой, как бы, пример, да, то есть, где вы можете это сделать самостоятельно, либо с напарником. Вот, а в сессии, когда я провожу сессию, я помогаю вам, провожу шаг за шагом и помогаю этой энергии освободиться, чтобы она вернулась к вам в настоящий момент. И вот, когда происходит возвращение энергии, происходит исцеление. То есть, исцеление — это состояние целостности, когда вы становитесь в большей степени самим собой, и энергия возвращается к вам. То есть, вы начинаете действовать осознанно, легко и во благо для себя и для других людей. Вот в этом и цель процессинга. То есть, вернуть вам энергию и повысить уровень осознанности. То есть, в этом, как бы, и происходит переосознавание. То есть, переосознавание тех негативных эмоций, которые не были приняты в тот момент. Происходит увеличение осознанности, исцеление и гармонизация личности. Я, как тот человек, который владеет технологией, помогаю вам в этом. То есть, я уже занимаюсь процессингом в течение 20 лет. И моя цель — это как раз помочь вам пройти и шаг за шагом повысить свою осознанность и убрать те, скажем так, скрытые моменты, да, там, где энергия закрепустилась. И таким образом вы становитесь чистым, и сознание проясняется. Вот таким образом происходит процессинг. Если вам это интересно, то напишите мне в личные сообщения, и мы сделаем бесплатную консультацию. Я расскажу подробнее о процессинге. Потом договоримся и сделаем сессию, где мы сможем убрать те негативные заряды и вернуть вам вашу осознанность, счастье и гармонию. То есть, это называется процессинг или аудитинг. И постепенно происходит увеличение осознанности и гармонизация личности. Вот. Просто напишите в личные сообщения или в вайбере, как вам удобнее, и мы сделаем бесплатную консультацию и процессинг. Вот. Соответственно, вы можете это, то, что я вам показал, делать самостоятельно. Вот. Ну, конечно же, эффективнее это делать вместе с тем человеком, который обучен. Это принесет больше пользы и принесет больше результата, и, соответственно, результат будет быстрее. Вот. Если эта вам техника понравилась, то поставьте отметку «нравится» этому видео, подпишитесь на мой канал и добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все мои контакты указаны под этим видео. Вот. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, так что пишите. Вот. В описании будет еще описана сама техника, которую вы можете применять. И то, что вы, как бы, мои видео, вот, которые вы сможете тоже использовать, вот, во благо для себя и для других. Также в описании мои контакты. Парочка моих книг. Это «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». И также вы можете подписаться на мой канал и использовать эти книги. В них рассказано о том, как можно улучшать свое состояние самостоятельно и создавать вселенные. Это в мирах вечного познания, так что вы можете скачать и прочитать эти книги по ссылкам в описании к этому видео. Также сейчас на экране у вас появится еще парочка видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу. Очень интересное видео на примере родовой травмы. Меняется полностью судьба человека. С помощью процессинга самое главное мы это выправляем. И практика процессинга счастья. Поле полный вариант. Можете тоже посмотреть это видео и использовать в своей жизни во благо для себя и для других. Также сейчас на экране мой сайт. Подписка на мой канал. Подписывайтесь. Добавляйте в друзья в соцсетях. И, конечно же, буду рад вас видеть. Пишите ваши вопросы, комментарии. Это очень поможет развитию канала. На сегодня будем заканчивать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект Академии счастья. И, конечно же, увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья. И пишите. Буду рад. Всего вам доброго. До скорой встречи, друзья.